Партийные проекты Единой России, Управдом и Школа грамотного потребителя призваны дать жителям многоквартирных домов знания о том, как правильно взаимодействовать с управляющими компаниями, чего от них требовать можно, а что входит в обязанности других предприятий и организаций. Сегодняшнее занятие, наверное, одно из таких первых практических, когда от теории председатели Совета многоквартирных домов активисты уже переходят к практическим занятиям и помимо теоретических знаний уже могут посмотреть, задать вопросы, изучить устройство оборудования. Что такое инженерное оборудование, что такое лифтовое хозяйство. Когда люди об этом знают, они понимают, над чем работает управляющая организация и эксплуатирующая организация. Поэтому очень важно, чтобы наши жители были грамотны и знали свои права и обязанности в отношении управляющих организаций и других служб. О лифтах большинство жителей многоквартирных домов знают две вещи. Что такое кабина и где у нее кнопка вызова. Между тем, лифт – вещь настолько же нужная, насколько и хрупкая. При неграмотном, а порой просто варварском обращении он, как любой механизм, может стать опасным. Еще хуже, когда делать с лифта общественный туалет. Ведь под кабиной лифта тоже находится аппаратура, которая обеспечивает работу. Отисляются все контакты. Влага, она пыль собирает на себя. И все датчики, концевики не могут нормально работать. Естественно, не будут забоить. Воспитание образованного культурного собственника жилья является приоритетом для всей отрасли ЖКХ. И именно поэтому так важна программа «Школа грамотного потребителя», которая является одним из ключевых проектов партии «Единая Россия». Действительно, мы порой не задумываемся, насколько важно правильно эксплуатировать лифты и насколько мы сами виноваты, если что-то выходит из строя. Все кажется, что оно там только одно железо и может работать вечно. Ничего подобного. Нужно нам самим людям рассказывать то, что сегодня услышали, передавать другим и стараться, чтобы лифты эксплуатировались как можно лучше и как можно дольше, естественно, будет. Мероприятие очень полезное. Особую ценность семинару придало то, что после теоретической части последовало увлекательное практическое занятие. Богатое оснащение учебного центра позволило во всех тонкостях познакомиться с устройством и работой основных лифтовых механизмов. Данный семинар очень востребован. Все у нас, представители Советов домов, сегодня получили именные сертификаты о повышении квалификации. Будем надеяться, что и дальше будут посещать так активно наши семинары. Теперь председатели Советов многоквартирных домов понесут свои знания, что называется, в народ. И, возможно, подъемные механизмы в Одинцовском районе станут ломаться реже. По крайней мере, лифтовики на это очень рассчитывают. Нам предложили участвовать в этом проекте. Я считаю, это очень хороший проект. Это нужный проект. Это своевременный проект. Потому что, чем грамотнее наше население, тем меньше затрат на обслуживание лифтов, тем меньше цена платежки или жировки за квартплату, тем больше будут служить наши лифты, будут более они опрятные, чистые, культурные и всегда в рабочем состоянии. Перефразируя известную пословицу, можно сказать, что лифт хорошо работает не там, где его быстро чинят, а там, где его берегут. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.